27 мая 1703 года произошло одно из величайших событий отечественной истории. В устье реки Невы была заложена новая столица России. В этот город были вложены умы и таланты величайших творцов из многих стран, чтобы затем Санкт-Петербург, соединивший в себе западную культуру с российской самобытностью, обогатил мир достижениями во многих областях науки и искусства. В Санкт-Петербурге формировалось новое лицо российской государственности. Здесь возревали идеи социального переустройства. Здесь назрели и прошли три революции, обогатившие опыт человечества в выборе путей развития. Неувядаемой славой город-герой наградил себя в годы Великой Отечественной войны. Выстояв 900 дней в блокадном кольце. Санкт-Петербург – единственный мегаполис мира, целиком внесенный в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, как памятник истории и культуры. Шесть тысяч городских памятников представляют все архитектурные стили трех столетий. Представители 120 национальностей связали свои судьбы с городом на Неве и гордо называют себя петербургцами. На протяжении всей своей трехсотлетней истории Петербург аккумулировал лучшие образцы национальной и мировой культур и, согласно рейтингу ООН, занимает восьмое место в списке наиболее привлекательных городов мира. Эрмитаж и Русский музей, Петродворец и Царское село, дворцовые ансамбли и парки являются не только российским, но и общечеловеческим достоянием. Санкт-Петербург – это признанная столица духовности, образования и творчества. Все, кому не безразлична судьба города, понимают, как важно сохранять, укреплять и развивать Петербург как культурный, образовательный, инновационный и туристический центр, не только российский, но и мировой. Наша цель – привлечь внимание к городу, как самих петербуржцев, так и туристов из России и всего мира. Наши видеоматериалы никого не оставят равнодушным. Каждый найдет что-то для себя. Кто-то захочет вновь прогуляться по знакомым улочкам или открыть для себя неизведанные места, а кто-то загорится идеей посетить Петербург и воочию увидеть всю его красоту, величие и колорит. Субтитры создавал DimaTorzok